Скажите, есть ли кто-нибудь, кто меня не знает, нужно ли представиться? Меня зовут Лаврова Светлана, я обычный человек, живущий не совсем обычной жизнью. Но это, конечно же, случилось не сразу и не от большого желания. То есть в моей жизни происходили такие моменты, которые меня привели к другому образу жизни. То есть я всю жизнь, сколько себя помню, с детства я болела астмой. Причем астма была в достаточно тяжелой степени, и я была уже на такой сильной гормональной терапии. То есть у меня в жизни было все замечательно, у меня было три бизнеса, которые достаточно успешно продвигались. И меня ни в какую духовность, ни в какие сыроедения, ни в какие там, во что-то там наивысшее меня не тянуло. То есть меня устраивало, как я живу, меня устраивало, куда я езжу, меня устраивало, устраивало мой образ жизни. Меня устраивало то, как происходит вообще моя жизнь. Кроме единственного момента, мне устраивало, что у меня постоянно были приступы к астме. Но приступы к астме, они были уже настолько частые, настолько сильные, чтобы понимание было, я сама себе научилась ставить внутривенные уколы, капельницы. И у меня доходило все до того, что я вечером приезжала с работы, и дома я ставила капельницу, и по дому я ходила с капельницей. Я понимала, что, как бы, думаю, ну мне вот сейчас 30 лет, думаю, а что будет 50? Думаю, вообще даже вы до 50 лет. И для меня это было таким, наверное, одним из самых неприятных осознаний. И в определенный момент, естественно, я стояла на учете. И стояла на учете, и мою карту видно было издалека, когда заходишь в кабинет. И карты, которые на группе, и такие уже достаточно известные пациенты, так скажем, они были прошиты красной линией у меня была, скотч красный, чтобы было сразу же видно. Она у меня была такая, достаточно большая, в нескольких томов. И в один прекрасный момент мне врач сказал, что он говорит, Свет, ну все, говорит, у тебя настолько тонкие вены, они, говорит, рвутся, и, скорее всего, уже этот гормональный препарат попадает непосредственно в мышечную массу, и мышечную массу гормоны они тоже разъедают. Понимание, как это, каким препаратами мне ставили капельницы. То есть есть капельницы обычные, и там идут просто капельки, капают, капельки разных размеров. И когда вены уже совсем тонкие, то эти капли, они рвут вены. Вот, и есть такие аппараты, это как большой-большой шприц. То есть он идет на платформе, и через ток подается, как бы он постепенно начинает выдавливать одну и ту же каплю, то есть одного и того же размера, через определенное время, чтобы вена не рвалась. То есть если обычную капельницу можно поставить за 20-30 минут, то такая капельница, она ставилась 7 часов. Вот, и это нужно не двигаться, не шевелиться, чтобы, опять же, не порвалась вена. Это достаточно проблематично, тем более, если учесть, что я на аппаратах была постоянно, для меня это было практически неприемлемо. И в один прекрасный момент мне врач сказал себе, что два месяца, и больше твоей вены не выдержит. То есть тебе в жизни осталось два месяца. И тогда я очень сильно задумалась, мне не хотелось, естественно, умирать. У меня на тот момент были маленькие еще дети, и один из них только родился. И я тогда начала смотреть в эту сторону, как можно избавиться от астмы. Ну, естественно, все, что я смотрела, это все я уже проходила. То есть мне потом еще много людей писало, а мои знакомые избавились вот так вот, а я избавилась вот так вот. Чтобы вы понимали, я прошла практически все. Я прошла от того, что употреблять внутрь, чем мыться, в чем купаться, чем натираться, с кем ходить. И у меня у самого вообще пять образований, два из них психологических. То есть я себя разрабатывала, как мне говорят психологи. Вот это нужно, вот это проработать, вот это нужно, вот это проработать. Я все это проработала, поверьте, за столько лет. Это все у меня было проработано. И отношения с жизнью, отношения с миром, и отношения к моим близким, и вот это вот отношения прощения. И все это было проработано годами. И когда в определенный момент я вызвала опять скорую, и кто сталкивался со скорыми, те знают, что кто работает на скорой, они знают по своему району все адреса гипертоников, астматиков, сердечников. И они мне сказали сразу, что цвет сколько поставила гормонов. И я им сказала дозу. Они говорят, ну ты же понимаешь, мы больше не поставим, потому что сердце не выдержит. А приезжать к тебе и забирать тебя, что ты можешь умереть, но, говорит, нам для статистики это не нужно. Мы часа через два перезвоним, если ты будешь жива, то мы, говорит, с удовольствием на тобой приедем. И тогда я поняла, первый раз осознание, такое глубинное проживание пришло, что я только себе. Никто не будет за мной ходить, никто не будет мне помогать, пока я не помогу сама себе. И, конечно же, в этот день, в эту ночь я не уснула, потому что если кто сталкивался с гормонами, те прекрасно знают, что после гормонов идет какое-то облегчение, потом начинают выворачивать кости, сухожилия, и начинаются такие болевые, болевое отторжение от гормональной системы, что, ну, просто лезешь на стену. Естественно, я понимала, что если я сейчас усну, у меня сердце не уснует, и от этой же токсикардии я просто уже не проснусь. И на тот момент я в первый раз узнала о том, что, кто такие сыроеды. Я про них ничего не слышала, и это было на сегодняшний день, это было 12 лет назад, и 12 лет назад очень мало было информации об общении сыроедения. То есть, если это и было, то все сыроеды, как правило, которых я смотрела, в Ютубе, они были, ну, вот на них посмотришь, и там, боже мой, огня тепла. Я думаю, ну, ладно, может быть, просто здоровью прибавишься. И тогда мы, когда все проснулись, я уже в этот момент была с решением стопроцентным сыроедом. И я 6 месяцев без единого срыва, естественно, я жила на тот момент на Урале. И там как таковых фруктов зимой, это была зима, фруктов как таковых не было. В Екатеринбурге. И за эти полгода, что со мной произошло? За эти полгода была резкая потеря веса. Резкая потеря веса еще, она очень сильно была видна, потому что, опять же, кто был на гормональной терапии, те прекрасно знают, что люди, которые употребляют гормоны, они... идет отек. Отек идет всего тела. То есть это может быть плюс 10, плюс 20 килограмм. Не жира, а именно вот этого отека, который опускают все клетки. И, конечно же, на фоне этого я оказалась прям совсем очень-очень худенькой. И у меня близкие, ну, помимо того, что за эти полгода я слезла со всех гормонов, я практически перестала пользоваться баллончиками. И чтобы было понимание еще, у меня дети на тот момент оба занимались хоккеем. А если кто-то сталкивался с хоккеем, кто знает, какие там сумки огромные у хоккеистов, чтобы там всю защиту, коньки, все-все обландирование сложить. И я через 6 месяцев, я могла с сыновьями уже ездить на каток, ходить на каток и помогать им с этими сумками. И через какое-то время у меня, ну, помимо того, что мне стало легче, мне стала неинтересна та деятельность, которой я занималась. Было понимание, как оно происходит. То есть я на тот момент работала одна в своей большой семье. Но я работала одна не потому, что я такая бедная несчастная, а потому что нас всех это устраивало. То есть меня устраивал мой образ жизни. То есть я сама по себе такая, что мне нужно постоянно рвать и метать. И тут я понимаю, что я не хочу этим заниматься. И у нас пошли, естественно, дома такие конфликты, потому что все привыкли. Ходить в магазин, не считая денег, что привыкли, если отдыхать, то где-нибудь за рубежом. Если ездить, то на машинах без инкласса. Если жить, то чтобы это был дом достаточно хороший. И когда я стала понимать, что это не моя деятельность, которой я занимаюсь, у меня, естественно, пошли уменьшения с дел. И денежные средства просто начали таять. И когда я думаю, надо, наверное, возвращаться, мне же стало легче, думаю, надо возвращаться, мне же родственники ни в чем не виноваты, что я выпила себе такое движение. И я опять начала пустить все, что пиздается обычный человек. То есть это мясо, это и макароны, и хлеб, и все-все на свете. Но сознание мое обратно не вернулось. Я так и не захотела этим заниматься. Я это делала уже через силу, просто потому что у меня был достаточно большой опыт этого всего. Но, наверное, месяцев через семь, меня хватило где-то месяцев через семь, и у меня возобновились опять приступы. И чтобы было понятно, до какой степени я нашла, я была практически лежачей. То есть я не лежачей, а сидячей, потому что лежать я не могла, как я задыхалась. Но я задыхалась от того, что я дышу. Я не могла дойти до туалета. Мне это было тяжело, потому что я понимала, что я могу просто не дойти до туалета и задохнуться. То есть ты не можешь ни вдохнуть, ни выдохнуть. И в очередной раз я опять же вызвала скорую, получила такой же ответ. И я понимала, что мне нужно как-то кардинально менять свой образ жизни. Но как его поменять? Я понимала, что сыроедение, оно уже будет мало. Это уже не тот этап, потому что организм уже настолько измождён был. И когда я сыроедела, я узнала, что можно не есть и не пить 3 дня. И вот это сухое голодание, когда я выходила на сухое голодание, мне было очень хорошо. Я начинала прямо дышать. И при всём при этом, даже когда выходишь на первые сухие дни, на первые месяцы, на первые дни, кровь достаточно сильно густеет. И даже при всём этом мне было достаточно легко дышать. Но внутри меня был такой страх, потому что всю жизнь говорили, что больше 3 дней нельзя, человек не выживет, человек умрёт. И я возвращалась обратно к еде, хотя внутренне понимала, что где-то здесь есть какой-то подвох. Чтобы было понимание, как бы я с детства такая была, меня очень сложно было накормить в детстве, как практически каждого ребёнка, наверное. И даже два раза мне ставили дистрофию, потому что видели, что я не ел, я забывала есть. А раньше не было такого, что дети всё время с родителями. Раньше как? Когда они по-моему лицу выпнули, дали там несколько копеек на молоко с булочкой или на пельмени, и вечером домой загнали. А там поел он, не поел, никто не отследил. И когда у меня наступил очередной приступ, я увидела людей, которые живут без жидкости и без еды. И для меня это был такой шок. Я думаю, но у меня не было того, что это невозможно. То есть я понимала, что у меня было два пути. либо я продолжаю этот образ жизни, и я сто процентов умру, но может быть не через два месяца, может быть через какое-то время, хоть побольше, если перейду на сыроедение, но возможно это будет. Хотя врачи мне как-то сказали уже сто процентов, то есть там уже нечего восстанавливать. И второй путь был, это пойти вот в это неедение. Пойти в неедение, и там я понимала, что я либо исцелюсь через это неедение, либо точно так же урок. Но там хотя бы был шанс. И я взяла тогда консультацию у девочки, с которой мы до сих пор общаемся. Ну, немножечко у нас сейчас не совпадают наши видения, но тем не менее, раньше достаточно близко общались. Наверное, многие её знают. Это Анастасия Зеленичева. И я тогда у неё взяла первую консультацию, когда мы с ней познакомились. И на этой консультации, что самое интересное было, она мне ничего не говорила. Она всю вот эту консультацию, все делала и слушала меня. И вот эти вот откровения, которые произошли у меня перед самой собой, наверное, настолько поразили. И это было то ли 30 декабря, то ли 31 декабря, ну, что-то такое. И я ушла на сухие. Неважно, что это Новый год, не Новый год, но как-то, как дышать я не могла. Дышать я не могла, потому что у меня не работала диафрагма. И если в меня попадало хоть что-то, хоть какой-то глоток воды, я правильно останавливалась полностью, и она не запускалась уже. Поэтому я просто, после того, как с ней мы поговорили, я просто перестала кушать, просто перестала кушать на 9 дней. И для меня был огромный показатель того, что я на 5-й день встала на лыжах. Да, я там не бегала на лыжах, у меня была там спокойная ходьба на этот лыжах. Но для меня, после того, как я 5 дней назад ещё лежала, для меня это было прям моим откровением. И после этого я начала практиковать сухие дни. У меня были разные периоды. У меня были периоды, когда я по 2 дня была на сухих, когда я была по 20 дней на сухих, когда я была только на воде, когда у меня были каскадные голодания, доходили они до 9 дней. Каскадные голодания, наверное, знаете, да? Там день ешь, день не ешь, там 2 дня ешь, 2 дня не ешь. Они у меня доходили до 9 дней. Но каскадные голодания, это были не про меня. То есть я не такой человек, который может вовремя остановиться. Если я понимала, что я завтра ухожу на сухие дни, то мне нужно было обязательно наесть. Я думаю, ну завтра же на сухие, а там будет больше пропадать в половине. Они говорят, ну не, 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 надо вот всё подчистить, подчистую и после этого только уже выходить. Поэтому для меня это было не решением. То есть для меня они тоже задавались достаточно тяжело. После этого всего у меня, то есть мой путь вообще от того, что я начала это делать, что я вообще это осознала, на сегодняшний день заняло 12 лет. То есть это не сразу же, это не то, что там переключение случилось и всё. И были разные моменты. Я была на голоде по два месяца, потом выходила. Потом были моменты, когда я не могла зайти на сухое голодание. Всё время вроде с вечера думаешь, ну всё, с завтрашнего дня я начинаю. А утром такой встаёшь, всё, там я сегодня на сухом, а под вечер что-нибудь, какие-нибудь плюшки себя закинешь. Что, наверное, это у многих было такое. Вот. И такие моменты у меня были, месяцами они были, пока я понимала, что опять не становится тяжело. Вот. И в очередной момент как-то я понимаю, что надо что-то куда-то выходить уже, потому что так это я просто себя убиваю. И вот у меня был, перед вот этим заходом, был заход такой на 4 месяца. И вот когда я зашла на 4 месяца, у меня через какое-то время я начала слышать то, что я раньше не слышала. И я начала чувствовать запахи, которые раньше не слышала. То есть я начала чувствовать запахи внутренних органов. Когда человек рассказывает одно, а я вижу, что у него химическая реакция внутри тела происходит абсолютно другая. Мне не важно было, что он окучивает. Я слышала, что у него внутри происходит. Я становилась этим человеком. и я могла, например, увидеть мужчину, который рядом со мной приходит, и знать, например, каким поршком его жена спирает одежду. Я слышала кошку, которая ходит на другой улице, и слышала, как она ходит как слон. И в этот момент как раз мне нужно было посмотреть на себя. Но вот эта вот моя гордость, гордыня, она настолько многоделась, что я думаю, все, я Бог. Теперь я знаю все, я чувствую все, я такая вся великолепная, я не ем, не пью, я все слышу, все знаю. У меня все открыто, все мои ясновидения, яснослышания, я вот такая вот вся плевая. И в один прекрасный момент рядом с домом у меня магазин был, магнит, и у него была витрина зеркальная. И я стою на нее, смотрю, ко мне подошел знакомый, он знал мой образ жизни, и я понимаю, что он говорит, говорят, там какие-то тетеньки, там еще кто-то говорит, и здесь звуки, здесь запахи, здесь вибрация от машины, здесь еще что-то. И я все это слышу, и я понимаю, что я везде, а собрать себя не могу. И я, знаете, как в колокол или в кастрюле вот ударишь, и я стала вот этим. И себя собрать не могу, и полностью координация тела теряется. И я понимаю, что я не могу стоять, я не понимаю, куда мной все плывет, я схватилась за этот поруч, и ничего не помогает. То есть полностью вестибулярный аппарат отказал. И он меня просто взял на руки и донес до дома. Ну, в течение какого-то времени я через воду, через год входила в еду. Вот. Я прекрасно понимаю, что если бы его рядом со мной не было, то подъехала бы какая-нибудь скорая, увидела все это, и меня бы забрали в лучшем случае всю кушку, и я бы, наверное, там осталась на все, чтобы жить обколотая. И после этого я поняла, что это все, не знаю, как такие плюшки-заманухи, которые приводят к тебе, когда ты идешь к себе не через себя, а через социальную гордость, через социальную значимость, через социальное, что я-то не такой, как все, вот посмотрите на меня. И очень многие этого признать не могут. Очень многим нужно, чтобы отличиться, от кого-то, конкуренция, которая не существует. Конкуренции не существует вообще нигде. Ты не можешь ни с кем конкурировать, потому что ты никогда не станешь другим человеком, никогда не можешь сделать то, что сделал он, ты всегда сделаешь только то, что сделаешь ты. И после этих четырех месяцев я провела такую достаточно глубокую работу над собой. Я некоторое время не общалась ни с кем. для меня прям это было, ну как это мучалось, поскольку у меня дети все равно социальные, социумы они находятся. И после этого уже потом, когда я с собой проработала, я поняла, что я хочу, а что мне интересно. Я для себя просто выяснила, что мне больше, в чем мне интересно. Не потому, что я этого не хочу, хотелок уже не было, потому, потому что мне это уже не интересно, это уже не про меня. И в том числе было и про еду, то есть я не потому, что уходила уже, вот в том состоянии, уходила от нее, не потому, что мне что-то нужно было уже доказать себе, и со здоровьем уже выровнялась. Именно потому, что я понимала, что мне не интересно, мне как не личности Светлане Лавровой, а мне как я есть, то я истинный вне дела. И 15 марта я перестала тогда кушать, перестала кушать и пить. В течение этого времени у меня, конечно же, было такое, что у меня поднималась температура на второй месяц, и она держалась в 40-41 градус. И для меня это было достаточно тяжело, и я там съела кусочек арбуза, чтобы остановить интоксикацию. У меня были моменты, когда я немножечко выпивала какой-то травы либо воды, но это было грамм 30-50, чтобы прочистить. То есть пищеварительная система, она не останавливается. Пищеварительная система работает, то есть слюна идет, слюна никуда не делается. Но внутренние органы, они другие. То есть на сегодняшний день вот я прохожу определенные исследования, обследования, и там видно, да, что внутренние органы, они меняются, в том числе и ЖКТ, он как съеживается, он становится очень маленьким. Но это, в принципе, любого человека, кто не кушает, он в любом случае желудок там сокращается, да. Вот. А здесь получается, что желудок, он настолько уже становится совсем маленький, и туда вот эти вот выбросы, выбросы желчи, выбросы какой-либо жидкости, которая нужна для расщепления пищи, она туда не поступает, ее нечем выбрасывать. То есть желчный пузырь, он работает, он не перестает работать, но он работает на режиме лай. Он не выбрасывает порциями. Выбрасывает порциями это тогда, когда очень многие необдуманно начинают замасливаться. Сейчас же модно эта тема замасливания, да. И очень многие потом выходят после замасливания, через какое-то время становятся инвалидами, связанные с ЖКТ, и не могут это совместить, что это был результат замасливания как раз. Поэтому каждый момент, который нужен для вас, вы должны изучать свое тело, вы должны знать, с какой точки вы стартуете, что в вашем организме происходит, какая у вас гормональная система, что у вас по микроэлементам, что у вас по витаминам в организме. То есть свою отправную точку вы должны знать. Я ее знала, потому что я достаточно больная была, я наблюдалась у врачей, и я для себя сдавала какие-то анализы. Сейчас я уже в более глубокие исследования прохожу, обследования с несколькими людьми, которые тоже живут таким образом жизни. И вот это, если коротко о себе, кто я. Если есть какие-то вопросы, то я отвечу. А что за этого года и три года назад? Три года назад. 15 марта 2025, будет четыре года. Как мочи спускания? Ну вообще в воздухе жидкость более 60%. Поэтому оно есть, но оно как есть. Оно может быть не каждый день. Оно может быть разным, может доходить до двух раз в день. Но это будет совсем маленьким порциям. Но есть такая очень удобная фишка, что если ты, например, захотел в туалет и тебе не видит сходить, то вода, моча, она рассосется. То есть у нас же есть первичная моча, есть вторичная моча. И первичная моча почками пропускается через человека примерно 200 литров в сутки. То есть 180-200 литров первичной мочи она пропускается через почки. А вторичная это та уже, которая в сутки. И она может рассасываться. Это есть исследование. Это все в открытом доступе, ребят. То есть людей таких уже их всегда много. А сейчас они просто ну сейчас YouTube не YouTube, а искусственный интеллект начал блокировать эти ролики и убирать эти каналы. Вот это я знаю. А так в принципе можете найти эту информацию. Она есть медицинским языком кому, кто, например, если не верит или еще. Но это же здесь не про веру, да? Это опять же есть есть возможности человеческого тела и если вы хотите, вы можете быть в этом. Вы можете видеть это состояние через себя. Можете это принимать а можете не принимать. Это всего лишь ваш выбор. Но просто когда вы понимаете, что вы еще и так можете, хотите сейчас стать, хотите не делайте. но принимать, что ваше тело на это способно, мне кажется, это, наверное, это как еще один шанс сведать во многом. Можете вопрос? Да. Не знаю, в начале говорили, не нет, смех отложения, душ, есть, как это не нравится. Но я на сегодняшний день и в разводе, но я вам так скажу, что если вы меняетесь, вы меняетесь, то если вы уже состоите в браке, то не факт, что вы в нем останетесь, потому что вы изначально были другим человеком. не знаю, развелись, что вы развелись? Да, да, я первый раз развелась в таком состоянии, второй раз у меня тоже муж, мне, я дважды была замужем официально, ну а второй раз муж тоже, ну, было достаточно тяжело, то есть я могу, например, я могу присутствовать с человеком, но не быть. То есть у меня идут свои внутренние процессы, где я вообще могу быть в других мирах. И это нормально для каждого человека, кто в этих состояниях, но другому человеку бывает тебя мало, ты с ним не можешь ни поговорить, ничего, потому что ты все время где-то летаешь. Дети, у меня есть дети, у меня два сына, они живут самая обычная жизнь, то есть я их за собой не тяну, они проживают одному 17, второму 12. Они со мной, конечно же, они со мной, ну я практически не готова, у нас даже плита закрыта дома, на ней стоят цветочки, они у меня, если что-то сами приготовить, они в кафе питаются очень часто, сын младший, у него школа, он учитывается в частной школе и там их кормят, то есть у нас есть меню, которое детям молочное, не молочное, вот его там кормят. Своя кости есть у вас? Они едят, что хотят, да, то есть у меня у старшего вообще нет такого, что ему нужно обязательно что-то поесть, он может там своими делами заниматься и быть несколько дней на воде, но он достаточно дров, поэтому я не пахну. Они видят мой образ жизни, они знают, что я их никуда не тяну, я ничего своего не навязываю, они знают, что какая пища как влияет на них, и когда они что-то едят, даже мясное, там старший сын может спокойно пойти к амбурту поесть со своими однокурсниками, но он просто знает, как это влияет, и все, самое же главное знание, мы все с вами некоторые вещи иногда бывает делаем и мы не знаем, то же самое главное знание, как влиять на твой организм, а потом ты делаешь выбор, как тебе быть. Можно еще раз спросить? Да, 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 пожалуйста. А скажите, за эти три года какие у вас какие-то вы видите сейчас на ранее, как вы видите то же, чем вы видите на саженном, можете мне интересно сказать, что вы видите, из-за того, чего вы увидели раньше? Ну, то, что я вижу, чего не видела раньше, во-первых, я вижу прекрасно, что нет ни прошлого, ни будущего, и мига тоже нет, то, что нам говорят, здесь и сейчас, так любят люди, говорят, давайте быть здесь и сейчас, а сами понимают это как здесь и сейчас, наслаждаться тем моментом, а по факту это просто что такое здесь и сейчас, что такое смерть и жизнь, это когда смерть и жизнь единоразово в эту же секунду, оно все происходит в одну секунду, и вот этой вот жизни, к которой привыкли, что вот этот вот твой бой, там еще что-то, ее нет этого пути, ты просто делаешь делание в момент делания, и это и есть то проживание, когда ты научаешься, то есть мы сюда, некоторые говорят, мы сюда родились для этого, я сейчас вижу, что мы сюда умерли для определенного своего какого-то опыта очередного, для проживания еще одной чувственности, чувственности чего-либо, потому что очень сложно через это тело, почему мы в этом теле, потому что только через тело мы можем познать боль, разочарование, болезни, предательство, еще что-то, только через тело, потому как, когда ты не в теле, у тебя этого нет, и вот самое основное, что ты должен, что ты сейчас проживаешь, ты должен прожить это через свое тело физическое, и когда ты проживаешь это через физическое тело, это и есть получение твоего индивидуального опыта, неравнения на кого-то, и ты должен, ты можешь уже понимать, что ты не можешь сделать что-то, вот некоторые, знаете, переживают, ой, я там недолюбил, я там недодал, я там еще что-то недоделал, я мог бы больше сделать, никогда, вы не можете сделать больше, чем вы сделали на данный момент, то есть, в данный момент вы всегда делаете ровно столько, сколько вы можете сделать, и это не говорит о том, что вы должны себя корить или себя хвалить за что-то. Это просто факт того, что вы делаете. И оно происходит, просто происходит. Вы всегда делаете максимум того, кем вы являетесь на данную секунду. Вы не можете сделать лучше, больше, шире, любви обильней или ещё как-то. У вас всегда идёт только то, чем вы являетесь в данный момент. И когда вы это понимаете, вам открываются ещё другие реальности, в вас самих. То есть почему вы не можете ни о чём пожалеть? Потому что вы единоразово сразу же видите и чувствуете, что не просто проживаете здесь, а вы сразу же проживаете все моменты события. То есть, например, сейчас я здесь живу, здесь сижу и говорю вот это. В другой плотности я делаю другое. Например, сюда не поехала. В третьей плотности там ещё что-то. Я это проживаю, я это вижу, я это проживаю единоразово всё. И поэтому нет такого, что ты что-то сделал неправильно. Потому что ты знаешь, что ты в другой плотности сделал вот это. То есть ты всё делаешь единоразово в нескольких плотностях. И ты это всё видишь, ты это проживаешь. Так назовите хоть как. Это же всего лишь название отумает. Я сплю, да. Сон-то он уже другой становится. То есть у тебя нет такого, что, во-первых, нет такого, что каждый день хочется спать. Во-вторых, сон, он бывает в другой плотности. Я делаю другое. Например, сюда не поехала. В третьей плотности там ещё что-то. Я это проживаю, я это вижу, я это проживаю единоразово всё. И поэтому нет такого, что ты что-то сделал неправильно. Потому что ты знаешь, что ты в другой плотности сделал вот это. То есть ты всё делаешь единоразово в нескольких плотностях. И ты это всё видишь, ты это проживаешь. Так назовите хоть как. Это же всего лишь название отумает. А, я сплю. Ну, сон-то он уже другой становится. То есть у тебя нет такого, что, во-первых, нет такого, что каждый день хочется спать. А, во-вторых, сон, он бывает, ну, минут 20-40, а потом он уже, ты уже просто как можешь лежать, можешь что-то делать. И сон, почему многие говорят, там, спишь или не спишь, очень часто бывает, пока ты себя идентифицируешь через физическое тело, у тебя есть в общепринятом понимании. Потому что ты понимаешь, что здесь ты спишь, здесь ты не спишь. И когда ты не спишь, ты себя идентифицируешь через что-либо. То есть через знакомые звуки, через знакомые запахи, через какие-то тактильные ощущения. Я проснулся. И это происходит очень быстро. А когда ты спишь, ты же просто этих тактильных ощущений не чувствуешь. И тебе кажется, что это сон. Но во сне-то кто? Кто осознаёт, что это сон? Кто видит этот сон? Это всего лишь... И когда ты находишься в другом состоянии, у тебя нет разделения. Я есть в теле, а я есть вне тела. Ты просто есть. И ты уже не расщепляешь себя, что здесь я уснул, а здесь я в яве. Ты уже и там, и там находишься ты. И это немножко другие ощущения. Это тон пропидает. Скажите, пожалуйста, а как реагируют почки на образ жизни? Но почки, смотрите, почки с почками достаточно такой момент сложный. Сложный в общепринятом высказывании, да? Потому что вам любой врач, который практикует, он скажет, для почек это вообще трагедия. Трагедия почему? Потому что почки, они работают в том числе и на фоне белка, потребляемого, который организм привык к потребляемому белку. И когда у вас отсутствует вот этот белок, к которому привык организм, почки начинают, не почки, а почки начинают работать по-другому, по-другому. Почему? Очень часто бывает, когда вы выходите с сухих дней в оттеке. В этот же день, либо на следующий день человек отекает. Это как раз когда опять возвращается белок, и почки начинают работать по-другому. И есть научные статьи, я сейчас не буду ни на какие фамилии опираться. Вы можете это сами найти в интернете, что уже официально доказано, что 80% белка, который нужен для человеческого тела, он вырабатывается мозгом человеческим. Не в потреблении чего-то, а человеческим мозгом. И когда вы понимаете, кто вы, то есть автономия про наедение, это же не про не есть, это же про то, кто я. Я уже решаю, нужно ему что-то в себя вкидывать или не нужно. Это другие состояния, другие ощущения. И когда ты понимаешь, кто я есть, и нужно мне это или нет, интереса мне это или нет, то твой и твоя голова уже подстраивается по тебе, тогда уже не ты работаешь на голову, не ты опираешься на то, что есть. А получается, что наоборот, подстраивается уже по тебе, когда он уже становится твоим, не ты телу служишь, а тело тебе. И тогда весь процесс, абсолютно весь, он происходит по-иному. В том числе и почки, они продолжают работать так же. Если кто-то переживает, но хотите заняться этим вплотную, то нужно, ещё раз повторюсь, это нужно делать не из самодеятельности, потому что мне так захотелось, а кто-то сказал. А это нужно сначала сходить и узнать, что у вас в телах. А как, что у вас с почками, что у вас с желчной, что у вас с ЖКТ. То есть вот эти все моменты вы должны знать и идти к этому всё равно постепенно. То есть очень много сейчас есть таких моментов, что говорят, в первую очередь нужно убрать воду. Но очень я знаю, что воду убрать, это здорово, но воду нужно убрать только в очень сухом климате. И тогда тело быстрее перестроится. Если мы находимся в таком климате, либо если где-то у моря, то тогда у вас будет дисбаланс. То есть тогда у вас будет тело поглощать вот этот влажный воздух не через ЖКТ, а также через кожу. И он будет всё равно, почки будут работать, только работать, и переработать ещё ту воду, которую он будет поглощать. А только после этого он же будет давать другой результат. Поэтому если убирать воду, всё-таки это моё мнение, оно не профессиональное, это просто моё мнение. Это в любом случае в жидкость убирать можно, но лучше это делать в сухом климате. Если вы живёте где-то во влажном климате, то нужно подумать, насколько это актуально будет убрать в первую очередь воду, а во вторую очередь еду. Может быть, наоборот, сначала убрать еду, промыть организм. Но вода тогда должна быть, конечно же, очищенная. А потом уже постепенно смотреть, насколько ваш организм готов сам её вырабатывать. Воду вырабатывает организм. То есть, смотрите, если он пропускает почки примерно 180 литров, то практически чистая вода, межлеточного пространства наш организм вырабатывает в сутки не менее двух литров. Ну, конечно, конечно. А как это и силы, и энергия, как это всё совмещается? Ну, вообще, когда приходит иное состояние, то я вам скажу, что в первую, не знаю, может быть, неделю вам будет вообще сложно работать, потому что это будет вообще новый мир для вас. Это будет не просто новый мир для вас, это будет вообще, видите, что всё по-другому работает, не так, как вы думали, потому что пойдёт уже не через голову. И продолжать работать будет в первое время очень тяжело. Но потом это выровняется. Выровняется к тому, что вы найдёте, чем вам хочется заниматься, что для вас будет прекрасно. Прекрасно может даже быть ходить на заботы, делать какие-то детали. Уже будете понимать, что это прекрасно, кому-то делать какие-то детали для чего-то. Но каждый может заниматься своим. Кто-то уйдёт в какое-то творчество, кто-то уйдёт в какую-то науку, кто-то ещё. Но если каждый человек будет заниматься тем, чем ему нравится, ничем, чем ему проще, потому что мне бы, как вы, обещать, и всё было бы хорошо. Но если бы это всё было так легко и просто, наверное, обещали бы просто все. Но это некоторым не хочется быть на экранах, потому что оно... Это кажется, что так просто. Потому что столько грязи на тебя льётся и в комментариях. Потому что в глаза никто сказать не может. Ничего плохого. В комментариях очень часто. Всякое разное. От внешности до того, что там говорится, всякое, да. Но люди продолжают смотреть эту ерунду, продолжают смотреть эту внешность, которая не нравится. Здесь, наверное, нужно задуматься. Что такое... Это, опять же, для чего мы здесь созданы, да? Какая цель? Все же ищут предназначение своё. И, как я уже сказала, наше предназначение здесь — это быть счастливым. То есть через это физическое тело познать счастье самого себя. И оно может быть абсолютно во всём. Любой деятельности. Эта деятельность не должна обязательно кого-то спасать. Я вот хочу помогать людям. Я хочу лечить людей. У меня очень много запросов. Ко мне приходят люди. Я хочу помогать людям. А чего ж ты вокруг себя таких минутку собрал, которым всё время помощь-то нужна? Поэтому здесь такой вопрос. Зачем ты действительно хочешь знать? Не потому что тебе сказали, что это хорошо, что ты такой сразу станешь весь благостный. Потому что у нас эта благость, она немножечко не так воспринимается. То есть у нас человек может не есть мясо и говорить, что это очень сложно, убийство какое-то животное, я не буду есть. Но тут же может обосрать своего соседа и сказать, какое он губно уничтожное. Поэтому не может быть. Ведь в этом мире нет ничего, то, что выведет его из баланса. То есть что рождение, что убийство, оно очень гармонично друга дополняет. Воспринимаешься это или нет, принимаешься это или нет, это уже только твоё. Ну вообще сверхспособность у нас есть у всех. Это базовые наши настройки, базовые. Это то, что у нас есть. Просто очень часто мы этого не видим, не обращаем внимания и мозг не даёт. То есть даже такие вещи, как, например, пройти через сквозь стену, кажется, это сверхспособность. Она присутствует у всех. Но если кто-то увидит, что кто-то проходит через стену, мозг сразу же заблокирует это. Он либо это забудет, либо скажет, что ему померещилось. То есть мозг найдёт миллион оправданий. То же самое, что не говорит. А чем вы докажете, что вы живёте таким образом в жизни? Ну, во-первых, кому доказывать и зачем? А во-вторых, доказать, чтобы что? Чтобы в каждом моменте ты нашёл что-то ещё. Это про тот момент, когда говорят, а есть ли люди-долгожители? Ну, как бессмертные, да? То есть опять же, весь вопрос в том, почему ты хочешь в этом теле продолжать жить? Что ты в нём ещё не понял? Почему тебе нужно? Когда ты понимаешь, что есть за этим телом, не факт, что ты будешь за него цепляться. Возможно, ты наоборот захочешь уже быть более свободным, потому что тело — это наш ограничиватель, который даёт определённые моменты, которые нас ограничивают на этом материальном плане. Поэтому, когда ты это познаёшь, для тебя не имеет значения остаёшься в этом теле и пойдёшь дальше вне тела. Но, они не пускают, да, и когда говорят, что там, да, есть люди, которые живут там по 300, по 600 лет, ещё что-то, то есть человек, который спросил, а есть ли люди такие? Он говорит, да, есть. Он говорит, зачем докажете? А покажите документы. Но зачем тебе показывают документы, если ты даже по документам скажешь, что, а вы подделали, а кто сделал? То есть если у человека этого в его мире нет, если он вот такой узкий, то это уже никуда туда не зайдёт. Это всё. Он переполнен информацией бумажной, то, что сказал, где какие-то ещё что-то, что ты себя считаешь умным. И когда ты идёшь от ума, то у тебя ограничивается весь мир. Потому что ум, никто не может сказать, где он находится. То есть у нас мозг есть, это как ограничитель нашего тела, который даёт нашему телу находиться в том или ином состоянии, чтобы его обеспечивать жизнеспособность до момента просветления, так сказать. Когда наступает момент просветления, то любому человеку просветлённому ему нет очень большой важности жить в этом теле. То есть его ещё держат какие-то материальные вещи, такие как дети, родственники, но это не принципиальный вопрос. Потому что он прекрасно понимает, что есть за этим телом. Поэтому, когда ты опираешься именно на ум, которого не существует, ты опираешься на свою банку, которую ты законсервировал. Многим это важно. Многим важно быть умным, казаться умным. Быть умным уже невозможно, потому что ума нет. Поэтому ты только можешь казаться умным. и так, чтобы я не знаю, Я уже понимаю, что тут говоришь, и различные вопросы, и вообще нет. Это вопрос. А вот, когда отключается, когда экономия самосредо, начинают происходить цивилизации тела, которые вы видите, передачи. Но лучше чётко видишь на колонне. И как-то даёшь, ну, какой-то. У меня тебе обои, да? Ну, где-то, ну, потому что сам источник, ты знаешь, что состояние. Там нет вина, но всё просто не оставалось. Как вот с этим? Ты либо сдаёшь своё тело в аренду, либо ты сама становишься этими знаниями. Это же разные моменты. Вот как раз, когда идёт трансляция через тебя, она может идти от светлых, может идти от тёмных, может быть хоть через что. Но это всегда ты сдаёшь своё тело на реализацию, в аренду. А можешь не отдавать это тело в аренду. Ты можешь быть сама этими знаниями. Но тогда тебе знание иных цивилизаций, оно нужно будет? Потому что ты-то уже всё видишь. Ты видишь эту цикличность, ты видишь этот мир, ты видишь эту Вселенную, ты видишь все рукава, которые показаны и не показаны. Ты всё это видишь. Тогда тебе это уже, они в тебя не подключатся. Они просто не смогут. Да, ну кто такой, ну кто такой, ну кто такой, ну кто такой, ну кто такой. Ну если у нас, ну как-то месяца, ну три, он тонн и умлей. Ну ничего, никакими приключениями ничего, тонн и присутствует, как вы уже говорите. Потом, как это называют, нож души, берёт буквально отнимкающие следовательные наличия, ну сейчас опять происходит похоже, ок. Но иногда получается чем-то, когда ты нарисовательной войны, ты не ревнов понимаешь, что это он туда ныряешь, ныряешь, и у тебя это растворение, а отсюда как-то он очень тяжело вернуться. И в тот момент, где сюда нельзя так, ну я здесь и не могу. И в тот момент не хочется от этого случиться. Да, но ты же тогда иди в следующее состояние, более глубокое. У тебя нет состояния, из которого ты можешь вернуться, либо остаться. Ты есть это все состояние. Когда ты понимаешь, что кто-то не хочет тебе возвращаться, тогда кто не хочет возвращаться. Возвращаться за два куса. Возвращайся к себе. Потому что если кто-то не хочет возвращаться, кто-то осознал, что кто-то не хочет возвращаться, тогда кто это тот, кто осознал, кто не хочет возвращаться? Это же становишься уже не ты, это же сколько персонажей ты уже увидел, откуда ты их увидел. А когда ты становишься всем, тебе не нужно видеть, что происходит. Ты есть все происходящее. Тебе не нужно отслеживать. Вот как Люба говорит, наблюдай, наблюдай, а кто наблюдает, наблюдай, а кто даёт отчёт о наблюдении, наблюдай, кому даёт отчёт? А вот когда ты становишься всем, тебе не нужно уже ничего видеть, ты становишься всем этим, эти наши как. Но иногда, так как мы живём в материальном мире, ты возвращаешься в Личность, то есть я, например, сейчас в Личности Лавровой Светлана, через которую Личность я с вами общаюсь. Но эту Личность я её создала, то есть я могу создать, то есть мы можем создать то, мы можем создать бедного человека, у которого ничего нет, который будет оправдываться, а мне ничего не нужно, тебе ничего не нужно и будет. Можешь создать успешного и богатого человека, через которого ты будешь вещать в этот мир, у которого будет всё. Ты можешь создать себе ту Личность, через которую ты будешь вещать в этом мире, любую. Но ты должен понимать, почему ты создала эту Личность. Что ты через эту Личность можешь вещать? То есть через узкую Личность, у которого ничего нет, которая не может себе позволить что-то, через эту Личность что ты можешь создать? И это очень часто бывает. Люди, и я таких людей встречала, и надеюсь, не надеюсь, я уверена, что и вы встречали, очень богатые люди, которые в определенный момент отказываются от всего. То есть они были уже и в этом состоянии. И они отказываются даже не от денег, они отказываются от того, через что они шли. Сейчас они готовы через другой путь, вне тела, вне материальности. И вот это другие проявления. Он никогда не будет относиться неуважительно к проявлениям любого другого через его Личность. А очень часто прослеживается, вот идут там, я не знаю, там замечательные босоногие люди. И они идут из состояния дефицитарности, в этом состоянии находятся. И их сразу же видно. То есть пытаясь вы вытащить из себя благость того, что мне не обязательно пользоваться в таких объемах материальными благами, они неосознанно себе перекрывают все, потому что они даже не воспользуются в том, что создали они. А если ты не берешь то, чем создал ты, чем, что ты создал, то тогда ты это и не можешь дальше передавать. Ты не можешь нести. То есть что такое любовь? Любовь – это же не то, что мы привыкли думать. Да, вот я этого люблю, я сейчас вот ему и вот это, и булочки наготовные, носки зашью, и вот это вот сейчас ему расскажу, и всего заобнимаю, зацелую. Любовь-то она не проявляет. Это как раз эмоция, эмоция, которая очень быстро проходит. А любовь – она тотальная. И она не проявляется через то, вау. И когда говорят, что вы, например, педофилов тоже любите, но это же учитель для кого-то. Как бы оно ни было нашим мозгом, не принято, но он же играет очень большую миссию. И в том числе и для себя, для своего следующего опыта и перерождения. И только человек, который проявился, просветлился, ему уже сюда вновь возвращаться, если это каким-нибудь опытом на реакторнации, ему не нужно будет. Потому что он уже видит это всё, он просто знал это всё.